Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас четверг, последний рабочий день на этой неделе, не перепутайте ничего. Завтра нас уже не будет в этой студии, вы будете слышать различные программы, в том числе «Эхо Москвы» и наши авторские в повторе. Может быть, кто-то что-то пропустил, поэтому вот такое расписание мы вам предлагаем, ну и музыку. А встретимся мы уже во вторник. Вот мы закрываем эту неделю с Марисом Оркенсом. Доброе утро! Доброе утро, Наталья. И открываем эту неделю следующую тоже с Марисом Оркенсом. Доброе утро! Если ничего не случится. Да, и вот сегодня у нас такое расписание, мы в течение двух часов обсудим и животных, и людей. Вот, у нас в первой части снова руководитель Рижского зоопарка, новый избранный, бывший депутат Сейма Ингбарлидака. Здравствуйте! Доброе утро! Вот, а потом мы посмотрим, о чем написали нам свежие латвийские газеты, вот, а после этого мы обсудим решение президента провозгласить поправки о переводе школ на латышский язык обучения. Вот такие темы, и пожалуйста, не забывайте нам звонить, Марис. Да, и у нас приложение работает тоже, там можно по скайпу звонить. Телефонный, да, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, можете сохранить. А приложение наше называется Микс Медиа Радио. Вызбранно. Вот, скачивайте его и звоните нам через скайп и через телефон тоже, заодно там читайте новости на портале Микс Ньюз. Ну вот, Ингбарлидака в студии, сейчас начнем. Доброе утро, еще раз, в общем, начинаем. У нас новоизбранный, но старожилы зоопарка, в этом больше 20 лет, по-моему, работаете. Ну, скоро 30. 30, да, больше, да. Мы будем знакомы 20. Вы же, видите, никуда не уходили, по сути дела, да, где-то там рядом все время. Как я говорил, что я был в командировке длительной. Командировке в Сейме, да. Да, 11 лет. Да, но вы все равно, вы имели отношение к зоопарку и скворечники каждый год на 100-100-100-100-100. Вот через неделю, да? Да, 7-8 числа, да, приглашаю всех в зоопарк и будем делать скворечники, дуплянки. Это уже тоже больше 20 лет это мероприятие. Это через неделю, это как раз будет православная Пасха, да, вот эти выходные? Да, так получалось. Ну, вот, пожалуйста. Да, что делать с тюленями? Мы тут на Фейсбуке все делаем репост, чтобы не подходить, не трогать, что это опасно. То есть сейчас опять вот этот сезон начинается, да, когда тюлени начинают появляться на пляжах? Я напомню, что сегодня вообще-то зеленый четверг, и, ну, моя бабушка всегда говорила, что зеленый четверг – это день, когда ничего из лесу дома нести нельзя. Почему? Ну, такое поверивание, да, И тюлени тоже. И тюлени тоже, но тюлени домой нести вообще-то нельзя. Противозаконно. Это животное, которое охраняемый вид, и вообще-то изъять из природы можно только с разрешением инспекторов охраны среды. Ну, и слава Богу, что, ну, последние годы люди это соблюдают, и звонят сперва все-таки инспектору охраны среды, который уже тогда определяет состояние этого тюленя. Есть необходимость, нет необходимости его изъять из природы. Но в этом году этот случай один из Венспилсов был, когда тюлень был сильно ранен, ему почти в ладошку такая рана, с одного боку, шеи. И, ну, что меня порадовало, что это все-таки не травма, которая получена от укуса собаки. Это самый частый случай, когда люди выводят, выгуливают на берег моря собак, ну, и собака все-таки, у нее инстинкт работает все в порядке. Она нападает на тюленя, которые двигаются, там сопротивляются, и эти укусы, они характерны почти каждый год вот именно привозят таких тюленей с укусом собаки. Но этот пострадал по всей вероятности от каких-то, ну, вентолодки или похоже на это. Это такая, ну, просто там резанная такая рана. Но он охотился на сетке с рыбой еще, вероятно. Они же тоже такие небезобидные. Эти малыши, которых... А, это про малышей говорится. Да, это малыши, которых, ну, море выгоняют на берег, они еще пушистые, и в том-то и главная проблема, что они еще в белом, в белом этом... Одеянии. Да, и пока они не стали серыми, то есть не поменяли этот, ну, шерсть, да, то им противопоказано находиться в воде. Это просто как человек в шубе, если залезет в воду, будет, он потом выйдет из воды, он же будет мерзнуть, да? Да, да. Потому что эта шуба, она вся мокрая, она, ну, долго высыхает, и этот эффект и действует на тюленет. И их нельзя загонять в воду. Да, и самый частый вот случай, когда человек приходит, он, конечно, там свой этот сельфи там делает, да, и он пытается даже помочь этому тюленю, его отправляют в море, да. Якобы это его место обитания. Потому что многие читали, что надо загнать тюленя в воду. Ну, да, да, да. Но этим, которые белые пухляки, их именно вот в воду нельзя загонять. И если он припугается человека, да, ну, он, конечно, заходит в море, да. И там-то и беда, и потому мы предупреждаем, что нельзя подходить к тюленям. Да, что тогда? Давайте еще раз напомним, что делать все-таки? Если вы встретили тюленя, да. Вот собаки, кстати, вы вот сказали, я, честно говоря, даже об этом не подумала, что да, многие живогуливают собаками. Как раз там отпускают. На море дают им побегать. Ну, потому и вот на всех пляжах, где много людей, стоит сейчас информативные, информативные там пластинки, да, на которых описано все, что можно, чего нельзя, и там и можно найти телефон, куда звонить, если кажется, что там что-то не в порядке, да. Если этот малыш, он такой, ну, пушистый, кругленький, ну, там вес он почти 20 килограмм, как этого, которого в этом году привезли, там делать не надо ничего, тюлень может без еды обойтись неделями, это его жирный слой это обеспечивает, и делать не надо ничего. Вот, но если малыш, конечно, раненый, то, естественно, надо искать помощь, и тогда инспектор среды будет решать, куда везти, ну, наверняка в зоопарк. А что вы будете делать с ним? Вот он раненый, и если к нему прикасались люди, это же тоже, да? Это конкретный тюлень, который привезли в зоопарк, он в хорошем состоянии, он весом где-то 20 килограмм, он уже вчера съел первые три рыбы, сам самостоятельно, если он через неделю не начал бы кушать, то его пришлось бы кормить насильно, и это чревато иногда впоследствии, вот как мой палец тоже от кормления тюлененка, не гнется, да, это просто, ну, не успел вырвать палец из рта, и вот эти укусы тюленя, они очень опасны, поскольку они, ну, заносят там инфекцию, и потому людям, которые находят тюленят на берегу и хочут их покормить, я очень бы, очень бы посоветовал все-таки подумать о своем безопасности. Ну, а вот когда он выздоровеет, вы его отпустили, или он все-таки уже прописался? Если есть спрос из других зоопарков, то мы отправляем другие зоопарки. Прошлогодки, которые в прошлом году выросли, они отправились аж в Китай. Ну, там это то, что для нас обычные животные, для них это экзотика, да. Но несколько лет мы тоже тюленя выпускали в море, а у них этот слой жира допускает то, что они где-то почти месяц могут нормально тренироваться в ловле рыбы. Это тюлени в этом вроде очень, в этом плане очень-очень такие жизнеспособные, и очень редко бывают такие виды животных, которых, если человек выкормил, что они могут вернуться в нормальную жизнь, да. Тюлень это может сделать. Да. Напомню, что у нас в гостях сегодня Ингмар Слидака, новый руководитель реческого зоопарка, бывший депутат Сейма. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните 672-12-939, 672-13-939. А вот я хотела еще спросить про то, как тюлени в Китай доставляют. Ну, самолетом, естественно. В каком-то... Да, есть транспортные клетки, индивидуально сделанные под размер каждого тюленя. Там вода есть? Нет, нет. Сухопедия они, да? Конечно, конечно. Но тюлень это тоже животное, которое может очень долго не плавать. Ну, конечно... Прямо как верболин, может, долго не плавать. Не есть, долго не плавать, да. Ну, так же, как люди думают, это ошибочно, что белый медведь зимой очень страдает от того, что у него нет бассейна с водой. Ну, и, ну, скажем так, и в севере, да, в дальнем, ну, этот медведь, он просто зимой вынужден идти в воду. Ну, чтобы переплыть какие-то там, скажем, из одной льдины в другую, чтобы достать пищу. Но он это делает без энтузиазма. Сам понимаете, почему? Потому что и медведь... Суба. Нет, в воде зимой, да. Ну, и если у медведя, белого медведя в Рижском зоопарке зимой пустой бассейн, это не значит, что его кто-то очень обижает. У него есть питьевая вода, он может попить. А если был бы там бассейн, он бы там не плавал. Это вы уже продолжили тему. Да, хотели как раз... Опередили нам. Жалобы в соцсетях на содержание белых медведей, которые замучены. Да, потому что он желтого цвета, ржавого цвета, да. Цвет тоже, он меняется очень правильно, потому что белый медведь сейчас имеет возможность идти еще в соседнюю арену. И там созданы условия, где он может жить на естественном грунте. И он с удовольствием копается, он с удовольствием там когтями разрывает древесину, ну, старые бревна, да. Он там работает. Это самое главное для него. Это зоопарк, животные замучены буквально вот, ну, бездельем. Ну, он сейчас там работает. Ему даже там высыпают, ну, горсточки изюма, других лакомств, да. Чтобы он искал, чтобы он рылся в этом грунте, работал. И это ему помогает, ну, как физически поддерживать себя в форме. Ну, естественно, если он не на чистом, помытом бетоне содержится, ну, естественно, прилипают эти, ну, частички там земли на шубе. Ну, и кажется, что этот медведь, он в ужасном виде. Ну, люди видят в мультиках белый медведь, а тут в зоопарке желтый. Что такое? Непорядок. Надевайте наушники. Надевайте наушники, пожалуйста. У нас в студии Интерс Лидака. Звоните нам. Здравствуйте. 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 Светлана, я хотел спросить, вот почему в Латвии не поднимается вопрос, чтобы запретили синтетические сети? Ведь от них же столько гибнет животных, рыб, вот тех же тюленей. Хотя бы на территории Латвии промышленное рыболовство у нас тут не очень-то, да. А сколько бы животных было спасено? Потому что любой тюлень обычную сеть разорвет. Сильная птица разорвет. Рано или поздно она сниет. А у нас же полно сейчас забито этими дешевыми сетями. А там что? Спасибо, да. Да, мне очень трудно ответить на этот вопрос по поводу моря. Но я могу сказать с уверенностью, что в внутренних водах вообще ловля сетями вообще запрещена. Ни синтетическими, ни капронными, никакими нельзя. То есть на реках, озерах, во всех этих внутренних. Это, по-моему, пару лет назад вступил в силу этот запрет. И это действительно было связано с тем, что эти сети стоят мало. Браконьеры, может, при любой, скажем, опасности для них, они просто оставляли эти сети, не вынимали. Если, скажем, штормит в озере, да, ну, не можешь забрать эти сети, да, пусть они там остаются. И действительно, это синтетические сети, они там, может, и годами ловить самостоятельно. Да, но они продаются в магазинах до сих пор. Ну, конечно, конечно, но это в основном для, ну, скажем, отлова в море, да, ну, продается в магазинах. Ну, запрет, запрет сетей в внутренних водах, он существует. Если вы на спиннинг, скажем, поймали какую-то сеть без каких-то загрязнений совести, вытаскиваете, эта сеть нелегальная. Ага, ясно. То есть, сеть во внутреннем водоеме, видите, сразу вытаскиваете или сообщаете, куда следует. Пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, по какому слову звонить вот каждая весна, вот, такое неприятное событие в мае месяце, наблюдая выброс вот этих животных красивых в районе звенья, к ценностям. Кому звонить, мертвое животное, если на берегу? Управление окружающей среды. Да, но вы этот номер можете найти и в интернет-сайте Рижского зоопарка, Рига-Зоо. Ну, если что, можно позвонить даже 112, они там сообщат или соединят, я это знаю. 118 тоже. И 118, да, можно тоже. Вот, так что, поэкстренно. Я знаю, что многие очень используют вот этот телефон спасательной службы и там знают уже, куда переадресовывать, так что смело, 112 и чтобы даже… Ну, а так у всех смартфоны, в принципе, можно даже в телефоне поискать прямо на месте, если что. Да, Ингмар Слидака у нас в студии. Звоните нам 672-12-939, 672-13-939. Что еще в зоопарке хорошего происходит? Там новая экспозиция готовится. Ну, во-первых, я бы хотел сегодня поздравить нашего заслуженного работника Рижского зоопарка. Опять пойдет речь о тюленях. Сегодня мы справляем 20-летие тюленя Пуйки. Ой, какая прелесть. У меня даже есть картинки, ну, снятые, где его… Когда его принесли в Рижский зоопарк, он был такой очень своеобразный тюлень. Все кушали, ну, рендис, да? Да, салаку. Салаку. Он категорически отказывался и только треской пытался, да? Ну, 20 лет проработал, и сейчас он известный художник, известный шоумен. Да, и летом тоже в 2 часа каждый может посмотреть шоу-программу тюленя Пуйки, которая равная, нету, по-моему, в Европе вообще, потому что серых тюленей очень редко обучают, но они очень хорошо поддаются обучению, и в баскетбол играет, и картинки рисует. 20 лет. Да. Это возраст для тюлени серьезный или такой еще? Ну, это такое, ну, если меня вы считаете старым, то он тоже старый, да? Ну, тюлени живут где-то 30-35 лет, да, 30-35 лет так приблизительно. Ну, он так по-прежнему и ест только треску, да? Нет, нет, сейчас он все ест, все ест. Да, но по поводу новой экспозиции, там новая экспозиция будет сейчас… Это про небольших животных, да? Нет, сейчас именно про больших животных. Приблизительно 1,7 гектаров рыжеского зоопарка превращается в африканскую саванну, это будет уникальная экспозиция, где посетители будут… Подойти близко? Да, посетители будут не то, чтобы подходить близко, они будут ходить над животными, да, то есть над саванной. И будет возможность тоже и зимой посмотреть на тех самых зебр, антилоп, новый вид павианов будет. По стеклянной вот этой поверхности будет ходить? Нет, нет, просто мост, просто типа как мост, и под этим мостом будут ходить все эти животные. И там и предназначается такая остров, то есть выдаем с островом, и на этом острове будут жить павианы. И обезьяны, они вообще, ну, кроме пары видов обезьян, они все-таки очень опасаются воды, и ни один павиан не будет пытаться плавать, да, то есть там можно обойтись без решетки, без забора, ну, просто сделать такой остров. То есть он воду не пойдет ни за что, и это точно гарантия того, что он не сбежит никуда. Да, он будет жить на этом острове, да. То есть такая, ну, одна десятая часть зоопарка, ну, спасибо Рижской Думе, спасибо и государству, там совместное финансирование, ну, вложено будет там приблизительно 3 миллиона. То есть это вот уже в ближайшее время, да? Ну, будем сдавать, нет, ну, будем сдавать, наверное, в эксплуатацию весь этот комплекс осенью, но для посетителей будет открываться, наверное, весной 19-го года, поскольку вообще-то надо приучить тех же самых зебр, антилоп, жирафов жить вместе, да. Это будет достаточно длинный процесс, пока их, ну... А дом жирафов, он будет уже не актуален, или это будет в зимний период? Нет, там будет актуален, там будут жить жирафы, и там рядом строится дом для антилоп, для зебр. А, понятно. Строится дом для обезьян, строится дом для мелких млекопитающихся, там еще будут и земляные белки, и там будет еще... Но эти дома будут все отделены друг от друга, или это будет одна такая территория? Дома отделены, отдельные дома, но этот мост, он объединит все эти экспозиции, и будет проходить, начиная с жирафника и заканчиваясь там, где сейчас... Животные, они будут мигрировать друг с другом там? Жирафы, антилопы и зебры будут жить вместе. Будут иметь возможность жить вместе. То есть, у жирафника будет какая-то стенка... Да, будут соединены, все эти экспозиции соединены, ну, и они будут иметь возможность жить вместе. То есть, зебра может зайти в дом с жирафом и покушать, да, если достанет. А зайдет, кстати? Ну, все будет в порядке. Да, давайте примем звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое вашему замечательному гостю. С огромным удовольствием слушаю его рассказы про животных. Хотела спросить, скажите, пожалуйста, господин Лидека, какое время лучше всего с ребенком ехать посмотреть животных? Это весна или лето, или осень? Чтобы животные себя чувствовали лучше, более были активными? Ну, чтобы посмотреть действительно жизнь животных, а не просто как они спят. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, на который отвечать очень-очень-очень трудно. Потому, что каждое время года имеет свои достопримечательности. Летом, ну, летом очень приятно вообще гулять, но животным летом, на разгаре лета, у них тоже активные это утренние часы. Когда вы приходите в зоопарк, то тигр уже спрятался где-то в тени, и многие другие животные тоже где-то спрятались в тени. И тем более очень много посетителей. Мне всегда очень так, ну, некомфортно ходить, если людей очень много. Я бы посоветовал прийти в зоопарк конец апреля, начало мая. Мне самому это время больше всего нравится, потому что еще павлины говорят свое «вау», «вау». Ну, там жизнь кипит, да, это, ну, как весна. Это зелень тоже такая, ну, приятная, светлая, и людей не настолько много, чтобы было, ну, стало затруднительно передвигаться по зоопарку. Так что мой совет – конец апреля, начало мая. А так, в принципе, каждое время года. Да, и зимой, и зимние ночи, да, то есть зимняя экспозиция, когда тоже животные, как мы, на остановке трамвайной, да, мы тоже зимой, когда холодно, да. Вот мы зимние, вы же не рады. Мы не стоим на месте, мы двигаемся, да. Там зимой, если придете, то вы спящего тигра не увидите. Вы увидите тигра, который активно гуляет, потому что, ну, ему просто не хочется лечь там ни снегу, и… Тигр отлично виден был. Вот я как раз зимой была в этом году в зоопарке, и тигр просто подходил настолько близко, что я никогда так не видела лето. Мы не могли найти тигра. Ну, сейчас новое, сейчас новое, чем я горжусь, это новая экспозиция львов, где вот это, если помнить, вот львина, ну, как яма была, да, сейчас вся заполнена грунтом, да, и сделаны смотровые площадки, где лев тоже может подойти к плотную, и вы смотрите льву в глаза. Это очень кому-то неприятно, да, когда лев своими очень такими, вроде бы, злыми глазами тебя смотрит, и ты понимаешь, кто здесь царь мира. Да, вернетесь домой, будете по-другому относиться к своей кошке. Как у вас со скидками на билеты, потому что всей семьей это совершенно, ну, такая круглая сумма получается. На сайте у вас смотреть варианты? Да, там варианты, и будет, ну, к сожалению, будет меняться, уже, можно сказать, повышаться. Но будет повышаться цена на билеты отдельно, ну, скажем, взрослым, детям, но будет введена и скидочная билета. Да, и скидочные билеты не только семейные, но, как сказать, больше семейные, да, не будет там особо разницы, у тебя двое детей или четверо, да, то есть для многодетных семей будет очень, очень льготные будут условия. Давайте, примем звонок. Пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, господин Ливеке. И редакции, спасибо за великолепного гостя. Спасибо еще раз. Да, спасибо. Ну, спасибо. Слушайте, да, о зоопарке еще. Это, да, ну, то есть зоопарк планирует, скажем так, развивать именно такие вот небольшие экспозиции, да, вот вы сказали сейчас про... Да, но это, ну, какая-то вынужденность, да, потому что рийский зоопарк – это активная территория неполных 16 гектар, да, и там помещать, ну, скажем, стадо бизонов или там зубров, ну, это просто невозможно. И если приходите в тропический дом, то видите, вот какой должен быть рийский зоопарк, да, по моему усмотрению. То есть ты идешь, и там несколько, ну, множество небольших животных, очень интересных, и они тоже требуют времени, чтобы смотреть, и ты там буквально не замечаешь, как ты проходишь в тропический дом там целый час. Да. Ну, да. А территория маленькая. Да. Можно, конечно, построить один большой загон, пустить туда 15 оленей, да, и вы проведете там время, осматривая этих 15 оленей, столько же, сколько осматривая, ну, муравьев-листогризов, да. Да-да, даже меньше может быть. И сейчас у них действительно очень такая свежая, свежая, хорошая экспозиция, это, ой, даже не знаю, землекопы, кайлы смёршатся, они так на латышском называются. Это голые, абсолютно голые, живёт под землёй, грызуны, но целая колония перемещается в зоопарке в экспозиции по стеклянным трубам. Ну, тоже животные где-то сантиметров, ну, максимум 10 длиной, да, это такая, тоже новая такая экспозиция, и дети смотрят на этих вроде бы как эмбрионов, да, смотрят там сомни. Нет, это возобновлённая часть террариума. А, террариум. Там сейчас можно и зимой тоже наблюдать за сурикатами, которые тоже... Ой, сурикаты, это мои самые любимые. Ну, до этого они... Есть сериал. Это прекрасные сурикаты. Зимой их смотреть очень трудно было, там через стекло, там, ну, так, ну, сейчас хорошая, очень такая современная экспозиция для сурикатов внутренней помещения. Скажите, сейчас вот все, как бы, перестраивается там отношение ко всему, нормы, гендерное равенство, там, в фильмах, в кино, там, журналы определяют, они унижают женщин или восхваляют женщин. Ну, у вас, сколько у вас разных норм приходит о ширине, глубине, вода, клетка, высота, потолок? Как от этого страдают наши возможности финансовые переделывать, перестраивать? Или есть какой-то зазор времени? Нет, ну, не надо смотреть на то, что мы страдаем от того, что есть какие-то нормы, что менялись нормы в содержании животных, на неволе, да. Мы, может быть, в финансовом плане страдаем, но животные от этого, ну, им условия улучшаются, мы просто вынуждены улучшать условия или от каких-то видов отказаться. Ну, то же самое… Как со слонами было, да, ну, давно уже. Да, ну, это было ради слонов, ну, если остался бы Раджик тогда в Рижском зоопарке, ну, не было у него потомства, сейчас он мог уйти с этой земли, оставив за собой 11 малышей. Ну, это было честно, его увезти. Но, скажем, белый медведь, нам абсолютно ясно, что белый медведь, этот белый медведь, когда-то умрет. Ну, я приблизительно думаю, что в рамках пяти лет ему осталось. Привезли его в 91-м году, двухлетнего. Ну, медведи тоже живут 35 лет, это очень-очень. Хорошо. И когда уйдет наш рамках, то белых медведей у нас не будет, потому что, не вкладывая очень большие средства в строительство нового медвежатника, белых медведей нам не видать. И правильно. То есть, уже новые, да, нормы? Неправильно, да. И правильно. А какие там новые нормы по содержанию белых медведей? Ну, во-первых… Чего у нас нет? Квадратуры нету, нету возможности перестроить и внутренние помещения нашего медвежатника, чтобы они соответствовали по квадратуре, по кубатуре, скажем так, да, для белого медведя. И, как я уже говорил, вот этот естественный грунт, медведи должны содержаться на естественном грунте. Это не только белые медведи, и бурые тоже, да. И просто в этом месте нету возможности, даже вкладывая большие деньги, сделать так, чтобы там всего было, ну, в норме, да. Ну, если по эти влыготны, да, там влыготны, там видно, как содержат бурых медведей, какая должна быть квадратура. Такая в этом месте, Рижского зоопарка, невозможна. Надо делать где-то новый медвежатник. Но я все-таки полагаю, что старых деревьев не пересажают. То есть, нашего пенсионера медведя… Ромку. Ромку, да, ну, не надо его никуда везти. Он здесь прожил длинную жизнь. Его, ну, здоровье, ну, как у уже пожилого медведя, не в самом лучшем порядке, да. И перенести какую-то, ну, транспортировку, другой зоопарк, новые условия. Я думаю, что это было бы чревато большими, ну, плохими последствиями. То же самое я могу сказать и о бегемотах, да. Да, я тоже хотел спросить. Этот дом построен в 2012 году. То есть, больше ста лет там назад. То есть, в этих помещениях сделать, ну, очистительные сооружения для воды, сделать два раза как минимум больше бассейна. Ну, просто это технически невозможно, да. Но бегемоты живут там тоже. Одна из этих бегемотих, она родилась в 88-м году в Рижском зоопарке, да. Она всю жизнь там здесь прожила. Ну, им, ну, скажем так, они привыкли жить в однокомнатной квартире. Ну, если говорить Европу, что надо трехкомнатной, да. Но она привыкла все время жить, всю свою жизнь жить в этой однокомнатной квартире. Но это не значит, что когда она уйдет на тот смет, мы будем искать нового бегемота. И впихивать его в однокомнатную квартиру. И впихивать в эту однокомнатную квартиру. Но ее тоже не могут забрать, да, допустим, на основании того, что ей нормы нет. Ну, конечно, она уже тоже пенсионер. Никто насильно ничего не забирает. Я только знаю, что в августе будет аккредитация в Рижском зоопарке. Ну, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов делает такое периодическое аккредитация. Я знаю, что будут эти вопросы осматриваться, да, будет нам показан палец, что так содержать уже нельзя. Это не XIX век, да. И я скажу то, что здесь вам сказал, что старых деревьев не пересаживает. Но мы не планируем содержать там новых бегемотов. И никто их нам и не даст. А бегемоты сколько живут? Ну, как я говорил, Густа, она в 88-м родилась, и фунта ее из Харькова привезли в 90-м году. А живут сколько? Ну, если 40, это очень много. А, ясно. Если 40, у нас была синда, старая бегомотиха, которая умерла где-то в 90-х годах, ей мы считали 41 год. Ну, долгожитель крокодил. Ну, крокодил есть крокодил, да. Там 75, но тоже не 100. Звонок, пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, хотел уточнить, а что там с водой у белого медведя? Там фотографии были, что его воды не дают. Ну, я уже объяснил, что зимой просто вода ему не нужна, он там не купается. И понимаете, если там запустим воду в бассейне, и медведь там не проявит желание купаться, то этот слой воды, он просто давит на стенки и просто разорвет этот бассейн. Просто бестолк, это бестолк, сейчас пускать воду. А если вы видите, что летом нет воды, это очень хороший признак. Это значит, что спустили воду, чтобы почистить бассейн и запускать свежую воду. Но может, я говорю, может быть такой случай, такая фотография, что летом нет воды у белого медведя в бассейне. Это значит, что раз в неделю воду спускает, бассейн очищает и запускает свежую воду. Просто вот, видимо, пользователь соцсети, так сказать, попал либо на тот момент, либо на тот момент, да? Попал на хайп. На хайп тоже, да. Ну, вот если говорить не о зоопарке, а еще одна новость тоже из мира животных, которую вы могли бы, может, прокомментировать, в том, что рижане стали чаще видеть диких лис. Лис, вот, все сообщают тоже. Это тоже явление, что с кабанами или там? Надо очень осторожно с лисами. Ну, то же самое бобры, лисы, кабаны в Риге. То есть, лес приходит, пришел в город. Это значит, что, ну, там есть две причины. Одна, самая главная, это то, что перенасыщение популяции вообще в Латвии этого вида. Ну, лис очень много, их неохотно стреляют охотники, ну, там никакого трофея нету. Еще бы. Ну, просто нет. Сейчас, ну, эту шкурку тоже никуда там не денешь, там, или если кто-то принимает за копейки, да. И лис стало очень много, и против бешенства вот эти вакцины, ну, с самолетов там высыпают в леса, то есть, нету и естественного… Высыпают как корм, да? Нет. Ну, да, они съедают. Ну, корм с этим лекарством, ну, вакциной, да. Ну, и тем самым очень хорошая выживаемость малышей, ну, лис очень много. И если лиса там молодая ищет место, где жить, ну, везде, где она появляется, там, ну, старый лис говорит, ты здесь жить не будешь. Ну, в Лондоне лис часто видят. И он приходит, приходит постепенно в Ригу, смотрит, здесь других лис нету, охотники тоже здесь нету, да. Выживаемость хорошая, там никто не стреляет, капканов не ставит, да. Но они выживаются здесь хорошо. Они выживаются с этими кошками там, допустим? Ну, с кошками они выживаются, там, где есть лисы, там очень мало бродячих кошек. А, так они выживаются. Ну, конечно, и в зоопарке они тоже выживаются. Почему у нас нету фламинго? Потому что несколько, пару лет тому назад в одну ночь приблизительно 20 фламинго были погрызаны лисой. Кошмар. Лисами. Чужой лисой. Ну, конечно, да. Вот храброе, да, зайти в зоопарк. Ну, вот как Марис Лилконс. Да, это большая проблема в русском зоопарке сейчас. Если содержать где-то водоплавающих хотя бы птиц, да, то для них надо строить уже сетью обтянутой за высоким забором больер, да. Который выглядит вроде бы даже, ну... Необычно, потому что там контактные зоопарки есть. Ну, да, ну, почему содержать каких-то там уточек, да, буквально в клетке, да, ну, потому что бы их не унесли лисы. Ну, вот Марис Лилконс нам сказал, что это, в общем, общеевропейское такое явление с лисами. Да, да. Не только в Риге там. Так же, как вороны и все прочее. Во всей Европе, и не только в Европе, животное привыкает к условиям города. Город кормит людей, город кормит и животных. Если посмотреть, как в Латвии, да, из Латгалии люди приезжают в Ригу. Опять же с этой Латгалией все в порядке. Приезжают в Ригу, да. Из Эргалы и Курзова тоже. Ну, ладно. Я из Латгалии как беженец. Ну, ты с примеру себя беженцам чувствую. Я из Эргалии тоже здесь сижу, работая, да. Так спокойно. Но в Риге все ищут работу, корм, да. То же самое и вороны. И чайки, да. Чайки гнездятся там на крышах. Ну, все нормально, потому что здесь есть корм. Еще один звонок. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем. Еще раз. Нельзя ли из Суджоу, город по братьям Риги Суджоу, да. Там у них шанхайский зоопарк. Парыш панд попросить. Ага. Панды. С пандами очень-очень туго. В Рижском зоопарке я считаю, что панды не нужны и не будет. Потому что главный корм панд – это бамбук. Они поедают этот бамбук в огромном количестве, поскольку там питательных веществ не так уж много. И вообще-то… Тонна там, да. И содержать панд можно, во-первых, если у тебя очень много денег, да, то есть их достать. Это приблизительно миллион пунктов стерлингов, я смотрел где-то, да, за одну панду. Они принадлежат почти все Китаю. Они их арендуют. Ну, и за год где-то лимончик получается. Да, это одно. И второе. Ну, я не думаю, что это стоит того, привозить на самолете, скажем, да, бамбуковые тюки. Ну, как коронсевезды, да? Ну, их можно как-то пытаться содержать в тех зоопарках, около которых можно посадить бамбуковую рощу и просто каждое утро там срубить бамбук, отнести пандам свежий бамбук, и его не надо куда-то транспортировать. Хватит того, что мы транспортируем лишайник. Для кого? Лишайник. Для кого? Для северных оленей. Надо же. Я видел бамбуковую рощу в Ялте. Мне кажется, одна панда эту рощу посъела за неделю. Скажите, кто у нас самые старые животные вот в зоопарке? Вы уже сказали про бегемотов, про медведей. Крокодил. Кто еще на пенсии? Крокодил старый, он уже давно помер. Да, ушел, да. Такие пенсионеры есть еще или остальные все? По-моему, это есть. Постарше вас есть? Постарше меня? Нет. И меня? Нет. Вот белые медведи, когда привозили, я где-то год отработал, по-моему, в зоопарке. Ну, так что старшего моего стажа здесь никого нет. Ингмар Слидека был у нас сегодня с нами этим утром. Новый руководитель Рижского зоопарка. Приходите, пожалуйста. На следующей неделе скворечники можно делать прямо на месте. С собой не нужно инструменты брать, все будет на месте. И получить свой скворечник. Скворечник, да. Да, и праздник будет, музыка, анимация. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До свидания. Удачного дня.